Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня поговорим о том, как развить свои способности или сверхспособности. На самом деле, что мы называем сверхспособностями? Это обычные способности человека, которые он может использовать. Просто он их забыл, можно сказать, не использует. То есть они у него есть, но находятся в таком спящем состоянии. И каждый человек может это делать. Вот я, например, способность к ясновидению. То есть каждый человек может почувствовать, что происходит, почему это происходит. И самое важное – находиться в таком состоянии, когда ты это чувствуешь. То есть это состояние осознанности, состояние соединенности с источником. Когда я нахожусь в таком состоянии, то я чувствую, что должно произойти, и я четко действую в соответствии с этим. То есть я прямо вот как будто чувствую, что сейчас должно произойти, и делаю именно то, что нужно. Как вот нахождение в потоке. Сюда же относятся к способности, к яснопониманию, к яснослышанию. То есть это все, что мы чувствуем, оно как раз подсказывает нам, как делать правильно, а что делать неправильно. Вот вы это можете на своем опыте проверить. Бывает ведь у вас так, вы четко знаете, что должно сейчас произойти. И это происходит. Это как раз вот эта способность. Способность к тому, чтобы предсказывать. То есть не нужно человеку ходить к какой-то гадалке или предсказателю и говорить о том, что, а вот сейчас там, не знаю, подскажите мне, что мне делать дальше. Вы сами это знаете. Просто очень важно заглянуть вглубь себя и открыть этот канал. И вот к открытию этого канала как раз приводит то, что мы удаляем те негативные заряды, которые мешают человеку чувствовать это. Потому что что находится в человеке? У него, когда ясный ум, чистое сознание, он понимает, что делать, как делать. А когда у него сознание загрязнено, то он, ну просто вот бывает, знаете, такое состояние, какое-то непонятность, что делать или не делать, какое-то состояние апатии, грусти, тоски, вот. И действительно не знаешь, как правильно поступить. А чтобы это знать, очень важно очистить то, что мешает прочувствовать это. И, соответственно, когда вы очистили, вы ясно понимаете, что делать. Также можно восстановить и любые способности, потому что они просто у человека заблокированы. Когда-то мы все могли перемещаться и во времени, и перемещаться в пространстве, да, то есть я имею в виду и мысли телесно. Но эти способности были заблокированы. И сейчас важно вернуться в то состояние, когда это было у нас, и разблокировать это. То есть убрать тот блок, который мы сделали. Бывает такое, что способности переменяются неэтично, не по назначению. И потом мы как бы говорим себе, нет, я больше этого делать не буду. Например, там, применил способность к телепатии, и из-за этого произошло что-то плохое. Человек попал, там, получил травму или погиб. Вот. И потом эта способность блокируется. Или то же самое может быть способностью к телепортации. Например, она была совершена некорректно, да, и привела к смерти. И потом принимаешь решение, все, я больше этого делать не буду. Вот. И таким образом эта способность блокируется. Вот чтобы ее разблокировать, нужно вернуться в прошлое и убрать тот негативный заряд, который там связан с этой способностью, или точнее привел к неспособности, то есть и увидеть этот постулат, который был принят. И когда вы рассмотрели этот постулат, убрали его, то тогда в точности вы понимаете, что произошло, почему произошло, и к вам возвращается эта способность. Поэтому здесь я говорю даже не о развитии, не о наработке, а о том, чтобы восстановить ваши способности, которые у вас и так есть, но находятся в спящем состоянии, то есть потенциальные способности, которые присутствуют в каждом человеке. И это может сделать каждый, то есть каждый может на самом деле быть предсказателем, то есть чувствовать, что происходит, как происходит, перемещаться на расстояние телесно, умственно, то есть любым способом. То есть я имею в виду телепортация, телекинез, левитация, все это можно восстановить. Самое важное, это ваше желание и дальше уже проработка, то есть проработка то, что сдерживает эти способности. И, конечно же, если у вас есть желание, то вы можете сделать эту практику, посмотреть себя в глубь в прошлое и посмотреть, что сдерживает вашу способность, например, к ясновидению, к яснопониманию. И дальше проработать эти случаи, то есть перепроживанием и убрать оттуда негативный заряд. И потом посмотреть, как у вас способность к ясновидению, насколько она увеличивается. Я не говорю, что она сразу за один раз откроется полностью, но вы увидите какие-то определенные изменения. Напишите о них в комментариях. А у кого что-то не получается, вот, допустим, во время этой практики, можете написать мне и обратиться за бесплатной консультацией. Я подскажу, как можно это все исправить, ну, то, что не получается, и как можно это улучшить. Все мои контакты под этим видео. И, конечно же, я буду рад, если вы поставите оценку «Нравится», палец вверх. Подпишитесь на мой канал, если еще этого не сделали. И колокольчик для напоминания новых видео. И, конечно, поделитесь этим видео с друзьями. Я уверен, оно тоже будет им приятным и полезным. А мы увидимся совсем скоро. Мои видео выходят каждый день на моем канале. Так что до скорой встречи. Всего доброго.